Меня зовут Алексей, я являюсь пресел-менеджером компании «Ипиматика» в городе Санкт-Петербург. Сегодня в рамках пятничного собрания я проведу для вас демонстрационную экскурсию по демонстрационному залу. В данном демонстрационном зале представлено различное оборудование различных вендоров, таких как «Ялинк», «Ястар», «ITC», «Кьюбик», «Фанвилл», «ВТ». Все оборудование в демонстрационном зале подключено к реальным рабочим схемам. Когда к нам приходит партнер, сам или с клиентами, мы ему можем не только показать данное оборудование, но и продемонстрировать сценарий его работы. И начнем мы с флагманского решения компании «Ялинк». Это решение «Все в одном», «Митингборд-65». Данный «Митингборд» можно использовать при различных сценариях, то есть можно его использовать как VKS-терминал, установить в учебной аудитории или в переговорках. Данный терминал поддерживает открытые протоколы SIP H323, то есть вы можете подключить какой-нибудь VKS, который используется у вас в компании, либо же использовать предустановленные приложения ZoomRooms, например, или YMS. Давайте перейдем в ZoomRooms. Осуществляется проверка сети. Все, мы переключились на VKS-терминал Zoom. Так, также с помощью беспроводного адаптера WPP30 мы можем транслировать контент с моего, например, рабочего ноутбука и проводить, ну, допустим, презентацию. Имеется опция BYOD-мод, то есть мы можем транслировать наше рабочее пространство или же перехватить обратный контроль. Что это значит? Это значит, что с помощью 65-го «Митингборда» мы можем взаимодействовать с нашим ноутбуком. То есть, например, сейчас я нахожусь в нашей рабочей CRM-системе Bittrex 24 и могу, например, прочитать, что мне написал Роман Морнев. Давайте я продемонстрирую возможности белой доски. Данная белая доска может также использоваться в производственных или учебных целях, когда, допустим, начальство проводит какое-то обучение либо брифинг. По бокам «Митингборда» на магнитных подставках располагаются вот такие замечательные стилусы. Давайте я что-то напишу. Также данная белая доска поддерживает дополнительные опции. Мы можем выбрать «Бэкграунд», то есть изменить цвет фона. Или же имеется целый ряд дополнительных опций. Например, первая опция «Мультиинкинг». Если мы ее включим, Дарья сейчас возьмет второй стилус, мы можем с Дарьей одновременно взаимодействовать с данным решением. Замечательно. Также имеется опция «Инк-то-шейп». Давайте я ее тоже продемонстрирую. Это очень удобная функция. Она позволяет нам отрисовывать таблички. Таблички или, в общем-то, любые геометрические фигуры для удобства. То есть мы, допустим, сейчас расчертим нашу… Так, секунду. Табличку. Как-то она криво сейчас рисуется. Пусть будет так. Давайте заполню ее какими-нибудь данными. И следующая опция «Pentail Eraser». Используя наш стилус, а именно его обратную сторону, мы можем стирать данные. Стоит заметить, что если я попытаюсь стереть табличку, то она не сотрется. То есть мы можем, если мы ошиблись в табличке, написали что-то некорректное, обратной стороной стилуса взять и стереть. Следующая опция очень интересная. «Handwriting to print». Данная опция находится сейчас в стадии бета-тестирования и поддерживает только китайские иероглифы. Но впоследствии, как заявляет производитель, мы сможем использовать в том числе английский язык. Давайте я попытаюсь нарисовать какой-нибудь иероглиф. Я сам китайского искренне не знаю, но обычно, когда я попытаюсь изобразить какую-то карказябру, у меня получается красивый китайский иероглиф. Также она прекрасно преобразует цифры. Так, ну, наверное, с возможностями белой доски мы закончили. «Mitting board» можно подключить как по Wi-Fi, так и с помощью Ethernet-кабеля. И у нас имеется еще одна замечательная опция – аннотация. Допустим, нам необходимо заказчику, или, например, мы начальник, мы выступаем перед аудиторией, нам нужно указать на какие-то недостатки в презентации. С помощью функции аннотации мы можем сделать скриншот экрана и пометить, что, например, вот в данной области у нас что-то некорректно заполнено. Все вот данные пометки мы можем после экспортировать в jpg-файл и сохранить, то есть переслать, допустим, в нашу CRM-систему. Давайте пройдем по функционалу далее. Также данное устройство можно дооснастить mCoreOps. Оно устанавливается вот здесь сбоку в специальный слот. Дарья сейчас вам покажет. И мы можем на него переключиться по нажатию, либо здесь, нажав на кнопочку Windows, либо здесь. Здесь мы переключились на Windows, и, собственно, с Windows, на Windows, вернее, мы можем установить абсолютно любое приложение, которое не поддерживает систему Android. Это может быть AutoCAD, Photoshop, в общем-то, что угодно. И демонстрирует, допустим, схему, если мы инженер. Также здесь внизу находятся клавиши регулировки звука. Массив громкоговорителей находится в нижней части. Ну, Core... Ой, господи, митинг-борда. Давайте я обратно переключусь на Android. В верхней части у нас находится микрофонный массив из 12 микрофонов, а также имеется встроенная камера 4K, широкоугольная. Наверху, как вы видите, находится PTZ-камера. Она докупается отдельно. Это шестикратная камера. Также можно дооснастить митинг-борд 12-кратной камерой. Давайте я продемонстрирую ее возможности. Ручная настройка. Мы можем управлять ей с помощью нашего тачскрина, масштабировать изображение и добавлять пресеты. Далее опция автокадрирования. Как видите, камера пытается охватить нас сейчас с Дарьей. Если бы нас было больше в помещении, соответственно, она бы выбирала соответствующий угол обзора. Следующая опция – это отслеживание говорящего. Сверху, где находится микрофонный массив, также встроена светодиодная лента. Камера, обрати на меня внимание, пожалуйста. Спасибо. Как видите, она подсвечивает примерное направление источника звука. Это такая дополнительная опция, довольно забавная, на мой взгляд, и удобная. И следующая опция, которая у нас имеется – управление камерой. Мультифокальное акадрирование. Данная опция также… Неправильно сказал. Данная функция сейчас находится в стадии бета-тестирования. Видите, она делит экран на всех присутствующих, пытается нарезать на говорящие головы и отобразить на экране. Данное решение поставляется с кронштейнами. Его можно повесить на стену. Сзади находятся заглушки, они снимаются. И, собственно говоря, митинг-борд вешается на стену. Либо же можно докупить вот такие замечательные ноги-балерины и свободно перемещать данное решение, допустим, из переговорной в переговорной. Почему нет? Рассмотрим следующую информационную панель. Это панель от компании ITC TV65830E. Стоит сказать сразу – это не решение все в одном. Это просто информационная панель. Чтобы из данного решения сделать, допустим, ВКС-терминал, нам необходимо докупать периферию. Во-первых, это камеры. Во-вторых, это микрофонная система. В-третьих, это аудиосистема. Хоть здесь и имеются встроенные динамики, но, скажем так, для более-менее большой переговорной комнаты данного решения не хватит. Данную информационную панель можно подключить к сети по Wi-Fi или по Bluetooth. Также здесь имеется браузер. Мы можем посерфить интернет в случае необходимости. И давайте я продемонстрирую возможности белой доски. Они здесь немного отличаются от митинг-барда. Мне они лично больше нравятся. То есть можно здесь использовать вот такие замечательные инструменты. Также имеется возможность отчертить таблички. Можно что-нибудь, сейчас секунду, написать. Данная доска замечательно подойдет, кстати, для учебных целей. То есть на ней преподаватель может для учеников или, например, начальник рассказывать и докладывать какие-то интересные данные. Также данная информационная панель установлена на вот такую вот стойку, которую производит компания IP-матика. Мы на нее можем повесить либо два 43-дюймовых телевизора, либо же вот такую 65-дюймовую панель. Рассмотрим зону персонального рабочего места. В данной зоне у нас находится решение от компании E-Link DeskVision A24. Сейчас я продемонстрирую его возможности. Данное устройство предназначено для работы в двух режимах. Во-первых, это полноценный VKS-терминал. Мы его можем использовать по открытым протоколам SIP H323, либо же здесь имеется предустановленный зум. Интерфейс, как вы видите, очень похож. Я бы даже сказал, повторяет интерфейс митинг-барда. Также данное решение оснащено камерой, которая выезжает на время сеанса. Для управления камерой мы можем масштабировать изображение в зависимости от необходимости и немножко менять угол обзора вверх и вниз. Стоит еще дополнить, на данное решение мы можем установить любое приложение, которое устанавливается на Android в формате APK-файла. Вот здесь, как вы видите, установлен Яндекс.Телемост. Также мы можем подключить наш ноутбук к DeskVision и использовать DeskVision в качестве дублирующего экрана. Мы можем использовать в производственных целях, читать почту. Давайте я открою Outlook, почитаю, что мне сегодня написали. Также мы можем с помощью на нашем ноутбуке запустить VKS для проведения совещания, и у нас перехватится вся периферия с DeskVision, то есть камера, микрофон. Также на DeskVision у нас находятся клавиши регулировки звука внизу и подставка для беспроводной зарядки телефона. Компания e-Link может предложить вам дополнительные аксессуары, с помощью которых вы полноценно сможете провести VKS-совещание. Во-первых, это спикерфон CP900. Мы его можем подключить к ноутбуку как по Bluetooth, так и по кабелю USB. У него имеется клавиша регулировки звука и встроенный микрофонный массив. Радиус захвата у данного микрофонного массива около 2,5 метров. Если же нам необходимо уединиться, чтобы нас окружающие не слышали, можем использовать премиум гарнитуру UH38. Это очень удобная гарнитура, также выполненная из качественных материалов. Ее достаточно тяжело сломать. У нее здесь находится металлический каркас. Так что с удовольствием можем провести VKS-совещание. Также, если нам не хватает возможностей нашей камере ноутбука, мы можем подключить к нему камеру UVC-30, провести VKS с достойным качеством изображения. Данная зона предназначена для персонального рабочего места. То есть за ней переговоры могут вести один, максимум два человека. Если же нам нужно более комплексное решение, у нас имеется зона готовых решений. А именно на ней представлены следующие решения. Это митинг I400. Это VKS-терминал. Он поддерживает открытые протоколы SIP H323. Также мы можем подключить к нему WPP-30, организовать беспроводный контент. То есть вывести контент с нашего ноутбука. Данное решение оснащено встроенными 5-ваттными динамиками и в нем имеется микрофонный массив из шести микрофонов. Данное решение позиционируется для переговорных комнат до шести человек. Также к данному решению мы можем подключить до четырех проводных микрофонов VCM-35 и расширить зону покрытия VKS. Здесь у нас находится камера. Это широкоугольная камера с цифровым зумом. Если нам необходимо оснастить уже более большую переговорку до 11 человек, мы будем использовать митинг I600. Это также решение «все в одном». Оно поддерживает открытые протоколы СИП-H323. Имеет встроенный микрофонный массив из восьми микрофонов, а также 10-ваттные динамики. Как вы видите, у данного решения имеются две камеры. Одна камера PTZ наводится на говорящую. Вторая камера аналитическая. И включается она, когда угла обзора PTZ камеры не хватает. Следующее решение – это M-Core Kit CS5. Оно представлено у нас чуть ниже. Во-первых, в него включается M-Core. Это мини-ПК, к которому подключается следующая периферия. Во-первых, это экранчик M-Touch, с которого мы можем управлять данным терминалом. Либо же смотреть на нем контент, то есть его можно использовать в двух вариантах. M-Core Kit поставляется в двух комплектациях. Во-первых, это решение для Zoom Rooms. Во-вторых, это решение для Microsoft Teams. Оно масштабируемое. Мы можем с помощью данного решения оснастить как небольшие, так и средние и большие переговорки. И большие переговорки мы уже будем оснащать AV-Hub, который у нас подключен к M-Core. С помощью AV-Hub является коммутатором. Мы к нему можем подключить различную периферию, такую как M-Speaker. Это саундбар 10-ваттный. Его можно подключить до 4 штук. Также мы можем дооснастить данное решение микрофонами VCM-35 или VCM-36W. VCM-36W, как вы видите, это беспроводное решение. На данную подставочку мы можем поставить телефон и зарядить его. Также у нас имеются две подключенных камеры. Это UV-C84 и UV-C86. Они обладают 12-кратным оптическим зумом. Основное отличие данных камер. 86-я камера имеет встроенный искусственный интеллект и наводится на говорящего. В случае, если нам необходимо оснастить переговорную на 20 плюс человек, огромный переговорный стол, у нас имеется зона интеграционных решений. Данная зона представлена не только в данной серверной стойке. Я чуть позже расскажу и про основные ее составляющие. Но начнем с ядра системы. Это VKS-терминал M800. Данный терминал – это не решение, все в одном. Его нужно полноценно дооснастить аудиопериферией микрофонными камерами. Как вы видите, все это оборудование необходимо для большой переговорной комнаты. Это большое комплексное решение. Также у нас здесь представлен микрофонный контроллер TS-0300M. К нему мы можем подключать различные микрофоны компании ITC. Я их дальше продемонстрирую. Но особенность данного контроллера – у него имеется интересная интеграция с нашими камерами. Здесь у нас подключены две камеры 84-х. Здесь у нас находится беспроводной микрофончик. И если нам необходимо выделить говорящего, скажем так, то на контроллере мы можем запрограммировать, что камера будет наводиться на данное место при нажатии разговора. Нажмем на клавишу, и камера направилась на говорящего. Или на втором микрофоне мы можем продемонстрировать то же самое. Также в серверной стойке у нас имеется радиосистема для беспроводных микрофонов. Для радиомикрофонов, так будет корректней. Я их тоже чуть позже продемонстрирую. Они бывают петличные, бывают головные. Чуть ниже у нас находится power sequencer. При переключении ключа мы последовательно отключим все наше оборудование. Соответственно, если мы его перейдем в активный режим, то оно включится также последовательно. Зачем данное устройство необходимо? Аудиосистема, а в частности усилители, микшеры, они очень чувствительны к переходным процессам, которые возникают во время включения оборудования. Когда мы включаем наше оборудование, мы получаем переходный процесс, то есть резкий скачок, и дальше уже оборудование работает в штатном режиме. Чтобы данного скачка избежать, особенно чтобы уменьшить его амплитуду единовременную, мы включаем данное устройство и получаем просто-напросто несколько последовательных скачков, что смягчает, защищает наше оборудование от этих токов. Далее у нас здесь находится ТС-224Д, это подавитель акустической обратной связи. Наверное, многие слышали, ну, не слышали, как это, слышали в том числе, когда мы подносим микрофон к динамику, то из динамика звучит крайне неприятный звук для человеческого уха. Там высокие частоты неприятные, и вот, собственно говоря, данное решение позволяет нам обрезать эти частоты, и на выходе мы получаем чистый, хороший, приятный звук, который приятно слышать. Возможности данного решения я продемонстрирую чуть позже, когда мы перейдем к микрофонам. Также у нас имеется двухканальный профессиональный усилитель. Давайте немного добавлю усиление на колонку, которая находится у нас. Ага, я думаю, будет достаточно. Также в зоне интеграционных решений у нас имеются микрофоны компании ITC. Они бывают в различных форм-факторах. Во-первых, продемонстрирую возможности подавителя акустической обратной связи. Один, два, три, прием, прием. Как видите, никакого противного звука не было. Микрофоны у нас бывают разные. Эти микрофоны, как видите, подключаются по Ethernet-интерфейсу. Это самый простенький ТС-0308А. Мы можем здесь нажать на кнопочку говорящего, выключить ее. Ниже же представлены уже микрофоны более дорогие. Они уже оснащены тач-дисплеем. Здесь у нас отображается время. Мы опять же можем включить кнопку разговора 1, 2, 3. Либо же провести голосование. Начать голосование. Кто за то, чтобы продолжить экскурсию в продемо-залу, я за. А вот этот товарищ против. И прекращаем голосование. Получаем итог. За, один, против, один. Микрофоны у нас бывают типа гусиная шея, пушка, либо же массив. Здесь у нас находится зарядное устройство для микрофонов компании TC. Это TSW-180. К нему мы можем подключить до 10 микрофонов для зарядки. Также здесь находится Т530B. Это одноканальная радиомикрофонная система. Ее собраты вы видели в серверной стойке. И ниже Т521ТФ. Это зарядное устройство для радиомикрофонов, которые у нас поставляются с радиомикрофонной системой. Петличный или же головной. На нашем переговорном столе имеется врезанный монитор в стол. Также здесь имеется микрофон. Сейчас мы его продемонстрируем. Также для управления ВКС-связью имеется вот такой вот экранчик, с помощью которого мы можем управлять нашей ВКС-конференцией, подключаться, производить настройки, ну, либо же управлять камерой. То есть можно увеличивать масштаб, можно ее поднимать. Данный экранчик называется CDP-18. Я, по-моему, забыл упомянуть. Так, экран у нас выдвинулся. Он у нас дублирует изображение с основного телевизора. И если у нас плохое, допустим, зрение, или мы вдаль не очень любим смотреть, мы можем прямо вот здесь сесть и спокойно взаимодействовать с ВКС-конференцией. Также здесь у нас находится CP-965. Спикерфон мы его используем для корпоративной ВКС-связи. У него, как вы видите, имеется тач-дисплей. Также здесь можно позвонить кому угодно из нашей компании. Клавиши регулировки звука. Включаем-отключаем микрофон. У данного... Данное решение имеет очень хороший радиус захвата, если я не ошибаюсь, до 12 метров. Также к нему можно подключить беспроводные микрофоны CPW-65. Они вот в таком форм-факторе производятся компании-линки. Раскидать их по столу, где нам не хватает площади охвата. Следующая зона – это зона видеонаблюдения и Wi-Fi. В ней представлены два вендора. Это вендор Wi-Tech и вендор MileSight. Wi-Tech производит L2-коммутаторы, управляемые, неуправляемые, с поддержкой ПОЭ, без поддержки ПОЭ, радиомосты, LTE-модемы, точки доступа Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi здесь организован, собственно говоря, вот на этой точке доступа, радиомост. Также имеется вот такой вот уличный коммутатор на четыре порта. Аплинк можно поднять по Ethernet, либо с помощью SFP-модуля. Здесь у нас находятся клеммы питания. Замечу, что все сетевое оборудование, вся сеть в данном демонстрационном зале организована с помощью сетевого оборудования компании Wi-Tech. Также здесь представлены камеры компании MileSight. MileSight – это цилиндрические, купольные, либо PTZ-камеры. Здесь у нас представлены цилиндрические и купольные камеры. Данные камеры имеют встроенную аналитику. Например, здесь у нас производится, программно проведена линия. И мы можем посчитать количество прошедших, пересекших линию людей или животных. Какое-то движение в данной, если линии было, то данная камера их посчитает на вход и на выход и выдаст нам какую-то результирующую сумму. Поэтому данное решение особо актуально сейчас в мире IoT. Это бурно развивающаяся тема. Также здесь представлен регистратор компании MileSight. В него можно поставить жесткий диск на 2 терабайта, допустим, и записывать все данные с наших камер. В следующей зоне у нас представлены два вендора. Это компания E-Star. К ней у нас подключены все телефоны в данном демонстрационном зале. И также телефоны компании E-Link. Это АТС-П560. К ней можно подключить до 200 абонентов и осуществлять до 60 одновременных вызовов. Также здесь установлена плата EX08. Это плата расширения. Мы можем к ней подключить до 4 дополнительных модулей. Таких как GSM-модуль, подключает внешний GSM-канал, или и S2, и O2, которые активируют O2-порта FXS или FXO, соответственно. Перейдем к телефонам. В данной зоне у нас представлены телефоны компании E-Link. Это телефоны T3, T4 и T5 серии. Т3 серия, например, телефон T31W, представляет собой вот такой телефон. Это телефон для сотрудников низовых компаний, скажем так. Данный телефон имеет два SIP-аккаунта, также две программируемые клавиши. Например, мы можем позвонить нашему коллеге, поднять трубочку и поговорить, продемонстрировав возможность телефонного решения. Т4 серия позиционируется уже как телефоны для сотрудников с высокой нагруженностью, либо руководителей отделений. Как вы видите, здесь уже имеется 4,3-дюймовый LCD-экран с высоким разрешением. Также имеется 10 программируемых клавиш. В том числе данное решение можно расширить платы EXP43 и запрограммировать до 60 телефонов. Также к данному телефону можно подключить еще два модуля EXP43, но каждый последующий модуль уже будет требовать блок питания. Данный телефон поддерживает 16 SIP-аккаунтов, также имеет вот такую замечательную трубочку. Давайте куда-нибудь наберем. У нас зазвонила гарнитурка. Варнитурка WH66 подключена к телефону T5 серии T58W Pro. Эта пятая серия позиционируется уже как решение для начальников. Она уже, как вы видите, обладает вот такой вот трубочкой, подключенной по Bluetooth. Имеет 7-дюймовый LCD-экранчик. Также на ней установлена система Android 9.0. Мы можем устанавливать дополнительные приложения, войдя под учеткой администратора. Также мы можем позвонить на нашу IP-камеру, потому что IP-камеры у нас также поддерживают протокол SIP. Сзади у нас находится заглушка, в которую мы можем установить дополнительный модуль, например, камеру или же DDK-10, с помощью которого мы можем подключить DEC-телефоны. Также данное решение можно дооснастить модулями XP50. Логика такая же, как у T4 серии. Первый такой модуль мы устанавливаем без блока питания. Все последующие необходимо дополнительно оснастить блоком питания. Флагманское решение от компании Eolink – это VP59. Огромный, можно сказать, мониторчик, экранчик у нас имеется с тачскрином. Также здесь развернута система Android 7.1. Мы можем устанавливать приложение. Также здесь установлена камера. Особенностью данного телефона является тот фактор, что он поддерживает две прошивки. Мы можем его использовать как SIP-телефон, или же при использовании второй прошивки он выступает в роли VKS-терминала. Сзади у него находится HDMI-разъем, к которому мы можем подключить монитор и с комфортом провести сеанс видеоконференц-связи. Чуть выше находится у нас зарядное устройство для наушников BH76. Где наушники? Наушники на мне. И могу сказать, что действительно очень удобные наушники. Я уже 40 минут в них вещаю и крайне доволен. Я надеюсь, вы довольны качеством звука. Следующая зона – это зона DECT решений и гарнитур. У нас находится здесь, развивая тему гарнитур, гарнитуры компании VT, Eolink. Разный ценовой диапазон, разное исполнение под нужды заказчиков. Заказчик может прийти, пощупать, подключить, посмотреть, что эти гарнитуры из себя представляют. Также здесь представлены DECT решения компании Eolink. Это базы W70B. У нас их здесь находятся две штуки для подключения, демонстрации работы наших DECT-телефонов. Они также здесь представлены в различном ценовом диапазоне. Цветные экранчики различной диагонали. База W70B – это решение для небольшого офиса, к которому можно подключить до 10 трубок и осуществлять до 20 вызовов. Если же нам нужно более масштабируемое решение, допустим, у нас имеются огромные складские помещения, на которых необходимо развернуть DECT-систему с поддержкой хэндовера и роуминга. У нас имеется DECT-менеджер в портфеле компании W90DM. К нему можно подключить базовые станции W90B. Данные решения подключаются по POE. К DECT-менеджеру мы можем подключить до 60 базовых станций и до 250 трубок. Хотелось бы продемонстрировать одну трубку DECT-овую. Это W57R. Она имеет степень защиты IP54. Ее особенность в том, что она позиционируется как трубка для производства, где мы ее можем, допустим, уронить. Мы ее можем уронить. С ней ничего страшного не случится. Она продолжит работать. Но также ее особенностью имеется... У нее имеется вот такая клавиша программируемая. И у нас в демо-зале реализован сценарий, что по нажатию данной клавиши производится вызов на IVR. Внимание! За вами уже выехали. Скоро вам окажут помощь. Спасибо! За нами уже выехали. На IVR наши АТС EASTAR. Далее зона домофонии систем бронирования. Это последняя зона, представленная в нашем демонстрационном зале. И на ней представлено оборудование компаний Кьюбик, Ялинк и Фанвилл. И сейчас мы немного подробнее о них поговорим. Панельный компьютер TD-1060 Slim. Он имеет 10-дюймовый сенсорный экран. Питается по поя. Имеет поддержку Android 10-й версии. Вернее, на нем установлены Android 10-й версии. Как видите, здесь у нас указано, что переговорная занята. Сегодня проходит пятничное выступление с 9 до 10 часов. И данная переговорка занята. Наверху имеется светодиодная лента, которая, соответственно, показывает статус занятости данного помещения. На данном панельном компьютере установлено ПО-навигатор, который имеет интеграцию с нашей серией системой Bitrix. Следующее решение – это решение от компании Ялинк. Room Panel Teams. Это также панель бронирования переговорных комнат. Имеет 8-дюймовый сенсорный экран. Ее особенностью является тот факт, что она подключается к сервисам Microsoft, и мы можем забронировать переговорную комнату прямо из Teams. Давайте я покажу, как здесь происходит бронирование переговорной. То есть вот такой вот замечательный интерфейс. Нажимаем клавишу Reserve. Все. Оно говорит, что переговорная забронирована. Также имеется две светодиодных ленты, которые показывают статус данной переговорной комнаты. Следующее решение – это TD1070. Оно имеет также 10-дюймовый сенсорный экран. Поддерживает Android 11-й версии. Также имеет встроенные камеры. На нем у нас будет работать ПО от компании Iridium. Также здесь представлен TD0350. Данное решение необходимо для бронирования персонального рабочего места. То есть его можно где угодно удобно смонтировать. Его довольно непросто украсть, потому что сверху он крепится винтом к кронштейну. И его не так-то просто отодрать или снять. Мы можем забронировать на нем переговорную комнату, персональное рабочее место. Также он имеет поддержку NFC, но и имеет вот такой небольшой 3,5-дюймовый цветной сенсорный экран. Ниже у нас представлено оборудование компании Funwheel. Во-первых, это телефон H2U для ванных комнат в отелях. Он имеет две сеплини. Также поставляется в белом, красном или черном цвете, то есть под необходимость заказчика. И здесь у нас представлено оборудование домофонии от компании Funwheel. Это внутренняя панель I-55A. Она имеет две сеплинии, питается попоя, имеет 7-дюймовый сенсорный LCD-экран, имеет встроенный Wi-Fi и поддержка Android 9.0. Так как она поддерживает у нас СИП-протокол, мы можем позвонить на телефончик в зоне телефония и продемонстрировать партнеру, что все работает. Эта панель является внутренней. Здесь же у нас представлены внешние панели. Данное решение поддерживают также по две сеплинии, питаются попоя. I-10S имеет уровень защиты IP54, то есть защита от брызг, от влаги и от пыли. Последующее решение I-61 и I-64 поддерживает уровень защиты IP66, то есть мы, по идее, можем по ним ударить, ударить они силом, либо же, если на них лить воду, с ними также ничего не случится, защита от пыли в том числе. То есть они такие средоустойчивые. Также они поддерживают опцию чтения RFID-карт. Мы можем с помощью них совершить звонок на нашу вызовную панель, на нашу внутреннюю панель и принять звонок, поговорить с человеком, зачем он к нам пришел. Кстати, явление акустической обратной связи. Система завелась. Или вот такое у нас имеется решение, а также с камерой мы также можем позвонить либо на наш IP-телефон, сделать вызов, либо позвонить на наш терминал 1016, у него номер, на нашу внутреннюю панель. Также будет воспроизводиться видео. Мы будем видеть, кто стоит с той стороны и стоит ли нам открывать для него дверь или не стоит. Я благодарен вам за внимание. Хотелось бы осуществить призыв. Приглашайте партнеров в наш переговорный зал. Мы будем рады видеть как партнеров, так и вместе с заказчиками. Приходите сами.